Готовим нежную паску чистые руки, к тесту не нужно прикасаться. Выпекание пасок к празднику светлого воскресенья, одно из символических действий, которым многие кулинары занимаются на своих кухнях. Но что делать, если у вас не получается работать с тестом? Все просто, испеките паски, которым не нужно будет прикасаться руками. Рецепт появился у украинского блогера Алина Фудии. Алина уверяет, что такая паска получится влажной, мягкой и нежной, благодаря меньшему количеству муки. Ингредиенты на 4 паски диаметром 9 сантиметров, молоко теплое 200 граммов, сахар 180 граммов, ванильный сахар 20 граммов. Яйцо 2 штуки сметана 20%, 100 граммов. Мука 400-й, 450-й год, 100 граммов в опару плюс 300-350 при замесе теста, дрожжи сухие, 12 граммов, 36 граммов живых. Соль 1 дробь 3 ч.л. куркума, небольшая щепотка, для желтого цвета мякиша. Цедра 1 небольшого апельсина или лимона. Сухофрукты или цукаты, 150 граммов плюс 1 ст.л. муки. Для глазури. Сгущённое молоко, 4 ст.л. Сухое молоко, 4-6 ст.л. Для украшения, шоколад черный, 20 граммов. Арахис в цветной глазури, 20 штук пошаговое приготовление пасхи. В теплое молоко добавьте дрожжи, 2 ст.л. сахара и 100 граммов муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-30 минут до появления пенной шапочки и увеличения в объеме. Оставшийся сахар взбейте с яйцами, солью, ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавьте цедру, апельсина или лимона, сметану и подошедшую опару. Просейте муку. Постепенно замешивая жидкое тягучее тесто, у вас может уйти от 300 до 350 граммов муки. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа до увеличения в объеме минимум в двух раза. Подошедшее тесто обомните. Сухофрукты заранее запарите в кипятке, просушите и обваляйте в одном из т.л. муки. Добавьте их в тесто, хорошо перемешайте тесто. Заполните формочки тестом, ложку смазывайте растительным маслом. Так как тесто очень липкое, выровняйте верхушки, формируя шапочку. Накройте полотенцем и оставьте на расстойку в теплом месте, пока тесто не займет почти весь объем формы. Выпекайте около 40 минут в заранее прогретой до 170 градусов духовки на уровне чуть ниже среднего. Если паски быстро румянятся, накройте их фольгой. Для глазури смешайте сгущенное молоко с сухим молоком. Смажьте остывшие куличи. Украшайте по желанию.